Под последней серией прохождения Oblivion Lost Remake я довольно часто видел комментарии с просьбой пройти мод История Прибоя. В него я играл давным-давно, когда был еще малым, и два года назад запускал на стриме, но ни разу так до конца и не проходил. Кроме того, я вообще не понимал, что происходит. Теперь же, на прохождении, вместе с вами, я доведу этот мод до финала, и мы посмотрим, что же это за история у Прибоя такая. Я записал для вас первую ознакомительную серию, а там уже решать вам, быть прохождением или не быть. В случае, если быть, то разгружайте фуру лайков под это видео и пишите комментарии. Ну а я, по традиции, желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Вот мы и появились, здравствуй, история Прибоя. Задание поговорить с командиром Блэкпоста. В журнале у нас есть личные заметки всякие, кто я, кто ты и так далее. И снаряжение у нас ничего, в общем, мы играем за военного Прибоя Шухарта, который прибыл в зону, чтобы расследовать. Ну, в общем, сейчас сами все узнаем, что там конкретно расследовать. Эй, ты тот военный, которого недавно присылали в зону? Удачи тебе, боец. Если нужна будет помощь, поговори с майором Кузнецовым под мостом, или с этим командиром Блэкпоста. Да, встретишь чувака, с ним потолкуй, он многое про зону знает. Спасибо, но мне пора. Удачи. Так, тут на Блэкпосте всякая музыка играет с авторскими правами, боюсь, с ней это придется вырезать. У нас тут сурить машинка дается, тут можно, кстати, кататься на машинах спокойно. Так, ну и давай пойдем поговорим с этим командиром Блэкпоста. Я только что из Киева, жду приказа, товарищ командир. Ладно, лейтенант, до того, как ты приступишь к выполнению задания, я расскажу тебе немного об этом месте. Здесь дорога в зону, дальше к северу сломанный мост, но там тоже есть наш Блэкпост. Открытые пространства кишат собаки, так что это небезопасные места. Да, кроме собак тут и другие твари проявляются, пострашнее. Еще зайди к Сидоровичу, местному торговцу, он обычно торчит в своем личном бункере в деревне новичков. У него получишь документы, которые тебе понадобятся. Потом зайдешь на Блэкпост под мостом, получишь дальнейшее указание от майора Кузнецова. Что я еще должен знать о зоне, я слышал тут много разных группировок. Точно, тебя не обманули. Ты наверняка встретишь бандитов, сталкеров, одиночек, долг, свободу, монолит, экологов, а может и наемников. Одиночки и долг теперь наши. Ну, не то чтобы друзья, но с прошлого года мы не воюем. Экологи, нейтральная научная группировка, хотя скорее сообщество исследователей, их база в районе озера Янтарь. Ну, а бандиты, монолиты, свобода наши враги. Будь осторожен, это непростое задание, боец. Я хотел бы подзаработать на лучшее снаряжение, но тут же все не бесплатно, да? Ладно, есть одно задание, за деньги, лично для меня. Сделаешь кое-что? Что именно, товарищ командир? Ну, мы тут с офицерами планируем вечерком в картишки перекинуться. Ну, сам понимаешь, не просто так собраться-то поиграть, а по-мужски. Да и радиацию выводить как-то надо, верно? Ну, а если совсем по-честному, то тут делать вечерами нехрен, кроме как водку жрать до морды бить друг другу. Короче, достань, плевать, где я хотел, ящик водки. По 200 рублей за бутылку возьму. И тебе, Навар, и мне хорошо. А когда командирую хорошо, то солдаты чего? Верно, довольны службой. Считайте, что я уже нашел, товарищ командир. Принести 20 бутылок водки, проверь КПК. Дэээм. Это задание будет поважнее твоих правительственных поручений. У нас тут есть традиции, по вечерам в картишки режемся. Ну, ты понимаешь, не просто так играем. Да и от радиации надо как-то чищать организм. А, я не знаю, с чем я это читаю. Это просто цитата командира, собственно, да? Так, ну, давайте проверим блокпост на наличие нечтяков. Вот патроны, тут есть энергетики всякие. Нам это все пригодится. О, смотри, медуза отсюда выпала. Впервые вижу, чтобы медуза выпадала. Она мне, кстати, сразу в слот этот падает. Типа ее можно было в руки взять или что? Ну, да, получается. Хавчик забираем. Патроны тоже. О, тут у нас халявный антират. Пацаны телек смотрят. Было написано, что тут тайники доступны изначально. Но, кажется, это не так. И они тут нихрена недоступны изначально. Хотя я уже обрадовался. Я думал, блин, круто. Ломаем все эти ящики. Потом содержимое подберем внизу. Так, консервы выпадали. Патроны. И какая-то куртка. Давай посмотрим, что за куртка. Армейская куртка выпала нам. Неплохо. Он тут защищает, конечно, по 1%. Ну, ладно, это лучше, чем ничего. Так, первую водку, я думаю, можно стырить у вас, дорогие сослуживцы. Я думаю, вы не против. Итого у меня уже 2 бутылки водки. Кроме того, вот тут можно попробовать поразбивать ящики. С них только патроны, правда, выпали. С блокпоста можно уехать на чем угодно. Можно даже на БТРе покататься. Но я уеду конкретно на Ниве. На которой я всегда в детстве ездил. Вот на вот этой. Да, моя любимая Нива. А как тебя завести только? Непонятно. Так, все, я установил кнопку в настройках. Поехали. Вот тут транспорт простенький. Не то, что во блин Лос-тремейке. Тут тупо сел и полетел, можно сказать. Так, ну думаю, в деревню сама я не буду заезжать. Давай просто машину тут оставим. Здорово, пацаны. Деревня, как видите, теперь выглядит иначе. Тут всякие приколы понавешали. Военные тут теперь ходят с пулеметами. Здорово. Солдат, сейчас в лагере с тобой никто говорить не станет. Почему? Потому что ты военный. Еще год назад ваши по нашим стреляли без предупреждения. Так что и сейчас мы осторожны. Сначала ты должен доказать, что тебе можно доверять. Ой, да иди ты. Так, поговори с чуваком. Нормальное имя у челика. Тупо чувак в скелете тут стоит. В общем так, лейтенант, это главный лагерь сталкеров на кордоне. Я руковожу всей этой толпой, так что не усложняй мне работу и себе жизнь. Тебя искал майор Кузнецов сегодня весь день. Так что давай, хватай свои вещи в доме и к нему. Можешь машину взять, хотя тут и недалеко. Да, пока не забыл. Сидорович опять нас покинул. Не знаю, куда он направился, но тебе он оставил сообщение в своем бункере. А нужно затариться и обратиться к Шустрому. Он теперь бизнесом решил заняться. Понял, не дурак. А, и он опять повторяет, да? Понятно. Так, можешь водочкой поделитесь. Спасибо. Потом я у вас тут вот еще стырю всякое. Привет, ты кто? А вот ты и Шустрый. Шустрый у нас теперь вместо торговца тут, да. Это очень круто. Я могу ему Медузу продать за 100 рублей. А что так сложно-то? Я думал, там, ну, хотя бы за 1000 рублей было бы неплохо. Вот почему меня попросили именно водку, а не тушенку? Я бы тушенку вообще изи достал. У меня уже 10 консерв есть. Еще одна машинка, на которую можно поездить. Так, ну а мы идем к Сидоровичу. Бац, а Сидоровича тут нет. Но зато у нас вот тут в ящике есть записка. Послание от Сидоровича. Так, вместо торговца нашел сообщение от него. Привет, прибой. Знаю, надо было дождаться тебя, но мне срочно надо найти этого стрелка. Он мне кое-что задолжал. Хе-хе. Я знаю, ты тоже его ищешь. Прямо смешно. Всем этот парень нужен. В прошлом году его разыскивал один чувак. Я назвал его Меченым. Очень хотел стрелка найти и убить. Уж не знаю за что. Надеюсь, что он все же его не нашел. Кейс, который мне передали для тебя военные, я спрятал в деревне. В доме неподалеку от моего бункера. Это дом с заколочной дверью. Там поищи. Коричневый кейс такой. Типа дипломата. Знаю, нам надо как-то выйти на связь. Попробую тебя найти по рации через КПК. Да и ты попробуй. До встречи на севере, Сидорович. ПС, запомни. Сталкеры не враги тебе, но и не друзья. Военные тут не в почете, особенно после зачисток в прошлом году. Все. Окей. Я это понимаю. Ну, теперь предлагаю полазить по домам в деревне. Потому что я уверен, я что-нибудь да, найду. Например, аптечку. Вот тут также у нас водка должна быть. У нас уже 4 бутылок водки. Но все же, я думаю, 20 я на кордоне не смогу найти. Потому что, ну, 20 это не 4. Тушеночка. Так, ну и вот она, заколоченная дверь. Давай вскроем проход и посмотрим, что нам там оставил Сидорович. Так, вот какой-то синий ящик. И в нем, да, действительно, документы с блокпоста для прибоя. Итак, начнем. Для начала есть вот этот здоровый металлический кейс с документами. Для работы здесь, в зоне. Есть и также немного снаряжения. Пригодится. А вот еще и допуск высшего уровня. Хорошо. Можно пройти в любую часть зоны. А это что? Старые бумаги? Надо проверить. Кое-что о моем задании. Здесь информация про членов ЮАШ-Сифи. Это группировка, которую мы разыскиваем. Они, судя по записям, работали над чем-то отвратительным. Но для установки истины надо найти недостающие части. Похоже, на Украине действовала секретная организация ЮАШ-Сифи. Есть сведения о биологических экспериментах. Диаграммы какие-то. Ладно, пора исследовать местность и допрашивать людей. Окей. Так, ну и пойдем дальше гулять по домам. Опа, нормально. Бинты, антирады. Сразу все наверху выпало. Даже вниз ничего не дропнулось. Тут только что плоть в деревню забежала. Так ее быстро нашпиговали разного рода патронами. Давай мы обыщем эту плоть. Глазик у нее заберем. Тут очень много объектов новых. Смотрите. Вот, например, просто в рандомный домик зашел. А тут вот такой вот целый штаб. А тут кроватка. Тут реально очень много всего. Но, кстати, большинство объектов либо вот такие вот. Ну, в них можно проходить спокойно. Либо динамические. То есть, которые можно двигать. Как там ящики и так далее. Есть даже целые динамические дома, которые можно двигать. С одной стороны, это минус. Но, с другой стороны, прикольно что. И, чтобы вы понимали, мод вышел очень давно. Но я играю на версии 3.2.5. По-моему, она вышла в 2014 официально. То есть, тут куча всего переработанной и так далее и тому подобное. Так. Тут у нас дверка прям. Наверное, в этом доме мое снаряжение хранится. Но сначала заберем кровь камня. Так. Вот оно мое снаряжение. В общем-то, мне дали пистолетик. Патроны к нему 9.19. Сигареты. Армейские аптечки. Колбаса. Бинт. Антират. Простой детектор аномалий. И консервы. Кого? Не знаю. Ну, ладно. Вот тут, смотри, всякие диваны. Столы. Это очень здорово. Реально. Такое огромное внимание мелочам. Просто шикарно. Так. Давай залезем на вот этот чердачок. Посмотрим, что здесь. А тут еще одна бутылочка водки. И того у нас уже 5. МП-5. Ну и, в принципе, я все чекнул в этой деревне. Кроме нычки с костюмом наемника. Посмотрим, что у нас здесь будет. А здесь у нас будет МП-5. Слушай, ну МП-5 тоже довольно неплохо. Давай заберем. У вас вместо пистолета, я думаю, будет лучше. Так. Ну, теперь надо поговорить с майором блокпоста под мостом. Но сначала, конечно же, мы постараемся... А где моя машина? Только не говорите, что ты серьезно. Она уехала. Она стояла тут. Я ее оставил. И она покатилась. Ясно. Так. Вот тут ящики еще разобьем. Может быть, что-то выпадет. Медузка. Ну, кабаны вроде меня не заметили. Да и слава богу. Так, машину мою верните, пожалуйста. Вон там, смотрите, целое кладбище устроили. Капец просто. Ой, собачка. Ты что, на меня что ли? Да не гоните. Это самое рано на меня еще гнать. Тут у нас ПБшка. Забираем. Я вот думаю, может на АТП наведаться? Там ведь бандиты. У них должна быть водка, я думаю. Так. Тельце какой-то. Бандитский схрон. Бандитский схрон у нас... Слушай. А я не знаю, где он. Боже, боже. Меня уже атакуют. Отстаньте от меня, глупые мутанты. А что это такое? Ваш дом и склад снаряжения. Я понял. А где бандитский схрон? А, это вообще на свалке. Капец. Ну, ладно. Вот кабан пристал до меня. Ну, сейчас я тебя на нож насажу. Готово. Копыта забираем. Там еще кабаны бегают. Не хочу я с ними сражаться, на самом деле. Давайте забьем на них. Так, давай машину тут пока что припаркуем. Посмотрим, что на остановке. На остановке ничего. Ну, и пойдем на АТП. Штурманем бандитов. Так, меня уже запалили. Минус два. Еще четыре человека осталось. Поправка три. Так, ну один точно вон там он есть. Я вижу даже, как он в костре горит. Я видел его в окне там, когда и шел на АТП. Так, ну по-любому вот здесь вот кто-то есть. Не, прикинь, никого. Ладно, давай потихонечку продвигаться в главное здание. Так, ну я понял. Они, короче, все тут. Двое внизу, один наверху. Да, жестко. Он с дробовика жмыхает. Прям реально очень больно. Пришлось аптечку завязать. Так, давай, последний. Смотри, стоит. Горит дальше себе. Ему нормально. Жареного бандита никто не заказывал. Он еще и флексит. О, а вот и водочка. Инфа с хрони товар сталкера. А это где? А это тут. Ну, зашибись. Что в ящике? 20 дроби. А еще тут может выпасть, кстати, 3 бутылки водки иногда. Но мне не повезло. Зато вот здесь вот может быть водка. Две бутылки я, по-моему, подобрал. Итого 7. Или одну я все-таки подобрал. Давай, что-то не увидел. Дробовик нашел. Давай его поставим себе сюда. А МП-5. Блин, слушай, а можно в этот салот поставить? А то что, вот так вот менять? Блин, не знаю. Кстати, вот у меня просто была МП-5. А теперь у меня МП-5 А5. Вот, я думаю, она получше. Ну, ладно, придется вот так вот переключаться между оружиями. Что-то у бандитов нет водки. Хотя я думал, у бандитов ее будет предостаточно. Бандиты же бухают водочку. Так, ну, предлагаю вот тут еще патроны забрать. Ну, и раз уж здесь больше ничего нету интересного на АТП, тогда предлагаю покинуть это место и пойти на элеватор. Трупешник отсюда вырезали. Зато тут есть ходячий трупешник. А, и барсик. Барсик-то что тут забыл? Руку давай сюда свою. А ты что мне дашь? Ха-ха, кошачья голова, нифига себе. Вот это лут. Так, канистру можно забрать, но чисто на продажу, я думаю. И куртка бандита. Она, кстати, в плохом состоянии, но она будет явно получше, чем моя армейская куртка. Она хотя бы не по 1% дает защиты, а по 3, по 4. Так, зато здесь есть какой-то труп. Труп бандита. Смак-10 инграм. А что не, ивентус инграм. Так, ну давай наверх залезем за тайничком. Там должен быть артефакт. И да, действительно, тут вот колючка. Радиация минус 10, кровотечение плюс 100. Ну и можно, я думаю, уже к Кузнецову наведаться. А почему, кстати, водка не стакается? А у этой состоянии, прикинь. Какое нахрен состояние у водки? Вы что там, совсем что ли, с ума сходили? Мододелы, ёпты. Ля, у военных тут что-то неспокойно. Целых 3 трупа на территории базы. Здравствуй, лейтенант Прибой. Мы уж тут заждались. Новая задача найти потерянный документ UHC-фи. Проверка ПК, задача выполнена. Здравия желаю, товарищ майор. Вообще-то я думал вас на главном блокпосту встретить. Что тут творится? Ну, людей у нас маловато, вот что. Да еще иногда лично приходится сюда тащиться, да торчать на солнце. А так, ничего интересного. Вот в том году веселее было, это правда. Один сталкер по кличке Стрелок нас обманул. Да еще и вглубь зоны куда-то ломанулся. Искали его все, кому не лень. А сейчас, говорят, и ты его ищешь, да? Да, чуть не забыл. Торгаш местный, Сидорович. Несколько часов назад прошел тут. Сказал, что для тебя есть записка в его бункере. Там сказано, что ты можешь найти кейс с пояснениями о твоей миссии в зоне, которую я ему вчера передавал для тебя. В кейсе там пропуск во все области зоны. Ну, еще и кое-какая полезная информация. Да, вот еще. Возьми 500 рублей. Немного, но тут это обычное недельное жалование. Ну и еще одно. Мы тут шлепнули бандита, вроде как стукача какого-то. По слухам, он на информатора работал. Или сам был информатором. В общем, труп там валяется у костра, пока никому не охота его убирать. Спасибо за деньги, будет на что в баре местом выпить. А, так, 7,62 патрона он мне дал. Уля, и 1000 рублей вместо 500. Ну, спасибо, мне пора. А, он мне еще ППШ дал. Спасибо, друг. Я теперь перегружен, правда? А что тебе продать-то? Ну, канистра мне не очень нужна, забери. Блин, 74 все-таки килограмма. Ну, на вот тебе армейскую куртку. Кстати, подожди. Армейская куртка. Ага, она уже получше защищает. Но, все-таки, я вот думаю, может оставить себе бандитскую куртку? Или все-таки в армейской походить? Ай, ладно, походим в армейской, что мне стоит? Ну, придется, наверное, стволы повыкидывать. Я просто хрен знает. Надеюсь, их никто у меня не сопрет здесь. Я просто хотел их потом продать как-нибудь. О, все, могу ходить, ура. Так, вот он бандит этот. Контейнер в вагоне получил тайник. И КПК командира наемников. Сохраню у себя, чтобы позже разобраться. Давай посмотрим. А тут ничего и нету, кстати. Обидно. Так, что тут? Необходимо найти потерянную документацию ЧАЭС. В ней содержатся важные факты о ее действенности, ранее неизвестные никому. Если верить слухам, генерал Долгол спел раздобыть эти документы. Однако базу Долголса после этого ограбили. Вор скрылся, но точно известно, что эти документы он с собой унести не смог. Он бы не прошел с ними через блокпосты долга. Поэтому перепрятал их где-то около бара. Скорее всего, грабитель уходил через крышу соседнего здания. Тебе придется проверить все близлежащие строения, чтобы найти документы. Ну, то есть, моя дорога сейчас лежит в бар. Так, мы тут все тырим, да? Ага. Найс, тырил. Просто шикарно. Давайте съедим половину наших запасов. О, еще водочка. Шик. Этого у меня уже 10 бутылок. Так, а что тут за пацанчик валяется? Бандит. Да, прут и прут на военных. И тут еще один бандит. У него есть рюкзак дохляка тайник. И у него есть бизончик, кстати. Вот бизончик, я думаю, оставлю себе по-любому. Это хорошая ППшка для 9-18 патронов. Ингрэм придется пока что тут оставить. Так, ну и предлагаю вернуться к нашей машине и вернуться к Шустрому, потроговать с ним, потому что, я думаю, мне есть что продать ему. Нормально, я рек водила. Деревья тут дикие какие-то. Ой-ой, мужик. Ты это, не ходи на дороге, когда я езжу. Опасно для здоровья, между прочим. Так, давай машину, не знаю, в этот раз куда-нибудь денем, чтобы она опять вниз не уехала, как дура. Вот здесь ее припаркуем, думаю, здесь с ней ничего не случится. Кстати, а что-то глупенький, я детектор аномалий на пояс не нацепил. Давай сделаем это. Ну и сейчас посмотрим, что у меня купит Шустрый, если, конечно, он что-то купит. Да, в продаже у него, конечно, тут вон... Сева 70 тысяч стоит. 65. Так, ну как минимум, он у него купит вот эту курточку за 546 рублей. И покупает стволы. Не все, конечно, но покупает. Например, дробовички. Вот он берет. По 600 рублей. ППШ пока что себе оставлю. П5 тоже. Да, в принципе, все. Мне нечего ему продавать. Хотя вот артефакты можно закинуть, но они все по 100 рублей. Капец, грабительство какое-то, но ладно. Мне они, в принципе, не нужны. Плюс не нужны еду, но она слишком дешевая, поэтому даже пытаться продать не буду. Ну и что могу сказать? Все. Водка у него только одна продается. 180 рублей. Ну, в принципе, нормально. 11 бутылок водки у меня уже есть. Где-то надо еще 9 высрать. Посмотрим, может быть, у местных работяг продаются. Ой, энергетик. На GTA всех прочекал. Ни у кого водка не продается. Обидно даже как-то. Ну и где мне искать эту гребаную водку? 9 бутылок еще надо найти. А, черт. Непонятно. Субтитры сделал DimaTorzok